всем добрый день уже опять у нас гололед такой что ужас я иду к родителям у нас час от часу не легче вчера маму только с больницы забрали и вчера вечером она уже начала кашлять мой боже тут каток каток начала кашлять сегодня я утром позвонила у нее уже с утра 38 температура уже вот в обед 38 5 поэтому я зашла в аптеку накупила теперь противовирусных там всевозможны вот можно сейчас покажу какой у нас каток это просто кошмар как мы ходим сейчас сумку поставлю это смотрите какой каток визе аж блестит вот там это все да так вот ничего вообще не посыпано вот не в ту сторону не в ту сторону это кошмар идти просто убийство но хочу делать и идти то надо и и вот я тоже короче аптека магазин вот видно не видно вам вот такая торба продукта потому как конечно что там папа был сам дома неделю мама только вчера выписалась и кушать надо и что-то я же говорю зашла через аптеку пакет опять лекарств всевозможных и вот иду сейчас им все вот это занесу там еще и непонятно простуда или вдруг не дай бог коронавирус это вообще будет что-то страшное если не дай бог им-то вроде бы как и тесты там делают на коронавирус но там в четверг были бабушку привезли а то бабушка ли что у них там дома все переболели и невестка больная и короче кто его знает ну как бы я маме говорю что коронавирус так быстро себя не проявляет это только простудные заболевания инкубационный период меньше а у коронавируса ну как бы ночь нету такого чтобы был инкубационный период так что будем надеяться что это просто простудное с ее щитовидкой нельзя чтобы температура вообще была короче час от часу у нас не легче у нас вот это мы всегда пока эту зиму переживем мама очень часто болеет я уже для этого была и купила небу лазер она вот делает и ингаляции и принципе ингаляции ехать немножко спасают вот ну в общем вот такие у нас дела такие у нас дела у меня там сегодня с утра была одна клиентка я ее отработала и вот теперь иду скользю скользю на этом льду ох их лед кошмар ужасно все буду отключаться то руки мерзнут я как всегда без перчаток две пары перчаток и вечно не беру с собой все потом солнце собой пытаюсь закрыть вышла я уже от родителей пошла у них погуляла посидела немножко попила чайку кофейку вот и иду уже домой пошла немножко по другой дороге тут хоть говорится по дороге но здесь хоть асфальт нормальный они они гололед такой же можно хоть идти нормально все иду домой отнесла маме все лекарства покушать им же всего немножко витаминчиков иду домой вот это уже сейчас пол четвертого скоро скоро и день заканчивается как-то боже ничего такого не делала с утра поработала немножко и вот магазин сходила к родителям сходила и дня нету боже время летит прям по сумасшедшему вот у мамы скорее всего что у нее бронхит обычные вот где-то потому что симптомы не коронавирусные вот и скорее всего что вот так как у нее хронический бронхит она хватает сразу где где чуть-чуть что-то и мигом заболевает по дороге иду потому что тут хоть не скользко а тут машины катаются ездят что ж поделаешь вот сейчас ноль градусов ночью было минус 10 а сейчас так как солнышко сегодня ноль то даже вот крыш капает немножко и ну так неплохо на улице не тут рядышком я буквально тут сколько у меня два квартала вот родители живут рядышком все сейчас домой приду и уже буду дома все руки мерзнут выключаюсь пришла уже домой вот пришла домой и попросила родителей бурячку папе говорю три штучки положи смотрите сколько он мне наложил свеклы вот так тоже два десятка яиц они мне снабжают домашними яйцами вот и взяла у них квашеных огурчиков пахнут прелесть аромат вкуснейший вот это пустой лоточек забрала то что я маме передавала в больницу кушать этот пятый этаж пока подымешься хочу я взяла квашеных огурчиков у родителей хочу винегрет сделать руки красные после мороза хочу винегрет сделать и но не знаю без картошки хотя бы а так свеколки немножко в общем всего по чуть-чуть посмотрю надо придумать что вместо картошки так хочется что-то винегрета хотя там нельзя конечно на кето но я не сижу на строгом кето я сижу на низкоуглеводном скажем так питании потому что если сидеть на строгом кето и на это надо считать надо считать кбжу вот именно точную пропорцию 70 жира 25 белка и 5 углеводов всего я не считаю поэтому я не скажу что я сижу на строгом кето я сижу скорее всего это можно назвать или палео или вот просто низкоуглеводное питание вот на таком я стараюсь сидеть низкоуглеводном питании и интервальное голодание вот и на следующую неделю сварю какой-нибудь рассольничек коль у меня есть квашеные огурцы это именно не маринованные квашеные такие вкусно то будет у меня рассольник это же наверное сделаю из цветной капусты потому что мы чтобы рис не 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 рис не крупу никакой не ложить и картошку поэтому сделаю наверное вместо картошки положу корень сельдерея вот а вместо крупы положу сделаю типа рисинки из цветной капусты ну надо же как-то выходить из положения вот еще не знаю родители дали мне он два корешка тампед на топинамбуру я вообще не представляю что с ним можно делать или в салаты добавлять не знаю даже надо прочитать про него что это такое и чем его едят вот а сейчас сейчас что сейчас по мою наверно поставлю овощи на винегретик завтра что же алена придет не знаю будет она кушать у неё там завтра только один человечек она кума и и придет она поработает и у поедет домой то короче у меня там есть на завтра и курочка приготовлено если что кушать вот что сейчас поставлю пока овощи сварю и все и на сегодня все ему может тут по винегрет сделаю ну вот посмотрю фух пошла переодеваться все и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уже дело идет к весне Все равно уже для меня вот если Новый год прошел Все дело идет к весне Вот уже хочется Весну уже как-то надоело в этом году Зима Я как-то раньше когда я Работала Дома же работала И на улицу я выходила там Максимум два раза В неделю вышла Там в магазин скупилась и все И практически на улицу зимой Я не выходила То для меня как-то зима Всегда проходила Знаете такая Незамечена Вот как-то так Быстренько прошла себе Да и все И вот когда у меня Клиентки девочки приходили И всегда говорили Боже надоело зима Да мне как-то и нормально А в этом году уже И она мне как-то поднадоела Потому что тоже Это же я получается Ну практически каждый день на улице За Денисом в школу По любой погоде Вот и в Сходницу Считайте ездили Опять же зима То как-то уже и мне Она тоже поднадоела Вот Ну хочется весну Ну правда обещают В этом году весна Будет очень поздней И холодно долго будет И я читала прогноз Что вообще только Аж в конце апреля Вроде бы как Будет первое такое Весеннее тепло Ну поживем Посмотрим Дай Бог здоровья Только Потому что тоже Говорю Меня что-то мама моя Беспокоит Только одно Чуть-чуть подлечили Тут второе Непонятно что Ой Ну будем надеяться Что будет все хорошо Сегодня отнесла ей там Кучу препаратов И витамины И взяла тоже И витамин Д3 И цинк И витамин С Взяла ей тоже И противовирусная Тоже сказала Давай ударную дозу И взяла ей И для ингаляции Тоже Два препарата Ну чтобы делала Ингаляции Я ей Она же так как у нее Хронический бронхит И она очень Ей достаточно буквально Чуть-чуть И у нее сразу Температура И сразу кашель То я ее Купила была еще Ну наверное пару лет назад Купила небулайзер Чтобы она делала ингаляции То вот с небулайзером Как бы Дело лучше стало Потому что раньше Она кашляла Вообще Круглый год И Круглую зиму И постоянно И очень сильно А с небулайзером Все-таки Немножко легче Ну будем надеяться Что Что Станет лучше Ну хотя Вообще Где она подцепила Что Говорится Вообще Непонятно Она же Я же на улицу Нигде не выходила Постоянно в палате Ну как бы Там в помещении Тепло Хотя Ну кто его знает Ходила она И на обследование Говорит И под кабинетами Сидела И люди же там разные Говорит Кто его знает Может где-то Кто-то С какой-то Инфекцией был Вот Ну будем надеяться Что вычухается Вот Что будет лучше У нас Як не одно Так второе Як не одно Так второе Ой Рядкую крышку То что-то Сильно кипит Вот Ну все Я на сегодня С вами прощаюсь Вот Всем пока-пока Приятного вечера Всем Не болейте Не болейте Самое главное Сейчас Все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok